Гланюс сообщает, что российские военные в субботу прибыли в Венесуэлу, подтвердил дипломатический источник агентства РИА Новости в Каракасе. Ранее поступила информация о том, что в аэропорту Каракаса были выявлены два самолета с грузами и примерно 100 российскими военнослужащими. Первым о прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов был венесуэльский журналист Хавьер Майорко. Также он сообщил, что один из самолетов был транспортником АН-124. Эту информацию он получил на одном из сайтов мониторинга воздушного трафика. Самолеты Ил-62 и АН-124 вылетели в Каракас в пятницу с российского аэродрома Чкаловский, сделав по пути посадку в Сирии. По словам Майорко, на борту транспортного самолета находилось около 100 человек в форме российских военнослужащих. Начальник главного штаба сухопутных сил России Василий Танкашкуров и 35 тонн груза. В интернете уже можно найти фотографии самолета с российским флагом, стоящего предположительно в аэропорту Каракаса. Субтитры создавал DimaTorzok